Послание президента России, с которым Владимир Путин выступил 3 декабря, приковало к себе внимание широкой российской общественности. Политиков, ученых, представителей разных слоев населения. Какое впечатление произвел доклад Владимира Путина, смотрите далее. Я бы это послание назвал одним общим названием. Не расслабляться, продолжать работу. В преддверии Нового года это послание прозвучало как напоминание о том, что мы должны быть вместе, что мы должны собраться. Все, которые задавались друг другу вопросы в Чувашской республике, очень интересный проект и очень развивается успешно. И самое главное, что народ живущий в республике любит свою землю. Ну и, конечно, обратите внимание, на поддержку школьного образования выделяется в 2,5 раза больше денег, чем даже на поддержку предпринимательства. 20 миллиардов туда и 50 миллиардов на школьное образование. Это очень важно, потому что у нас действительно очень многие школы в регионах просто в плачевном состоянии находятся. Чисто материально даже, физически. В очередной раз, как Россия спасает Европу, в очередной раз. И в очередной раз, возможно, это единственное, может быть, спасение вообще. Спасает мир, можно так назвать. И, конечно же, существует на этой войне герой, который в своей жизни уже кладут на этот алтарь. Для меня это понятно. Россия начинает подниматься, Россия начинает возрождаться. В многом связано с именем президента. Мы попадаем в те направления, которые Владимир Владимирович сегодня высказывает. Республика надо продолжить. И очень я обрадовался за то, что аграрный сектор сегодня придется принимать внимание в числе первых лидирующих строительцев школ, садиков. И потом доступность лечебных учреждений. То, что мы строим республики и на следующий бюджет заложили 50 миллионов строительцев в школьном и кружевском. Это и есть программы, это все. Строительство школ. Это мы уже начали практически воплачать. Учитывая недавние события, на первый план выступает борьба с терроризмом. И мы, в свою очередь, должны обеспечить антитеррористическую защищенность транспортной инфраструктуры Чувашии. В нашем предприятии на сегодняшний день проводятся все мероприятия согласно разработанного плана антитеррористической защищенности автовокзала в соответствии с действующим законодательством. Нельзя также не отметить слова Владимира Путина о том, что государство должно оказывать содействие предприятиям, не снижающим показателей эффективности работы. Продолжение следует...